О пользе регистрации на портале госуслуг представителям старшего поколения рассказали волонтеры Мособлгаза. Встреча прошла в Звенигородском клубе «Активное долголетие». Для старшего поколения, конечно, информация должна доходить не только от информационных источников, таких как телевизор, ну и от детей, но не все пожилые люди общаются хорошо с детьми, нет времени, или у них бывают не очень хорошие отношения, и мы стараемся помогать им. И такие центры очень помогают собрать их вместе, дружные компании, и объяснить какие-то новые введения. На встрече собрались постоянные и самые активные участники клуба. Нине Шаталовой, 71. Она занимается скандинавской ходьбой, рукоделием, творчеством. Сегодня пришла на познавательную беседу. Цель этого мероприятия была познакомить пенсионеров с госуслугами. Как мы можем зарегистрироваться на этом сайте, какие информационные они предоставляют услуги, как это сделать. Это было очень интересно, информативно и полезно. Прежде всего долголетов интересовали вопросы о возможности восстановления пароля и безопасности в интернете. Например, сайтов двойников и утечки личной информации при регистрации на сайте. Мне очень понравилось. На самом деле они такие живые, такие интересные. Многие уже зарегистрировались и такие вопросы задают, с которыми мы пока еще не сталкивались в силу, наверное, своего возраста. Но на самом деле нашли решение, и это интересно. Волонтеры, которые впервые приняли участие в проекте после окончания встречи с пенсионерами, отметили двусторонний интерес к подобным мероприятиям. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.